В Святом Евангелии есть удивительные слова «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». Церковь не случайно выносит на последнее воскресенье Великого Поста, Пятое Воскресенье, память Святой Преподобной Марии Египетской. Это удивительный пример не просто покаяния, а изменения человеческой жизни. Ведь покаяние переводится как метаноэ, изменение, то есть перемена жизни. И вот она показала, что она не просто пришла на исповедь и сказала «Господи, прости», и пошла жить, как жила. Снова бы вернулась в Александрию, в свой дом блуда и греха, но она этого не сделала, она бы зненавидела грех и всю свою оставшуюся жизнь превратила в покаяние и потому показала его плоды. В 76 лет всего прожила Святая Преподобная Мария Египетская. В 12 лет она уходит из родного дома. Она рано ощутила свою красоту и внимание к своей красоте со скородущей. Она продавала свою красоту, она наслаждалась этим вниманием. Больше того, она занималась уходением. Она не делает это ради наживы, как это делают сегодняшние плодницы. Она наслаждалась грехом, а по вечерам занималась рукоделием. У нее прялка из рук рукоделия. Она зарабатывала на жизнь и себе трудами рук своих, а грехом наслаждалась. И таким образом в Александрии она устроилась в Дом Терпимости. И там проработала 17 лет. И уже даже потом, когда паломники, отправляясь в Иерусалим на праздник воздвижения чеснага Креста Господня, она решила попутешествовать вместе с мужчинами. И даже не спрашивала, а как я буду жить, а чем я буду питаться. Она прекрасно знала, что ее греховное ремесло и прокормит, и оденет, и обует. И она отправилась в это паломничество, сожительствуя даже на корабле, как потом она расскажет старцу Зосиме, с мужчинами, и наслаждаясь блудным, страшным грехом. Вот почему, когда она пребывает в Иерусалимский храм, и взирая на образ иконы, Богородицы, которая как светом пронизовала ее душу. И когда все паломники заходили, она не смогла войти. Почему? Какая-то, наверное, просто толпа. И я в большом количестве людей не смогла зайти, подумала Мария. Но нет, она попробовала еще и еще, но некая сила не пускала ее в храм. Вот откуда говорят. Что-то тебя не пускает. Вот что-то не дает тебе приблизиться к Богу. Вот что? И она стала размышлять, а почему? А что не пускает меня в Божий храм поклониться Кресту Господню? И поняла, это ее греховная жизнь. И вот здесь еще у ворот храма она дает обещание не возвращаться больше к прежним грехам, изменить свою жизнь. И понимает, что именно это обещание может дать ей возможность войти в святилище храма Божия. И она действительно делает еще одну попытку. И свободно входит в храм. Поклоняется Кресту. И слышит от иконы Божьей Матери. Иди за Иордан, и там обретешь мир. Удивительное собеседование Богородицы с грешницей. Как мы скажем себе, как это можно представить, чтобы Матерь Божья, честнейшая Херувим, могла заговорить с блудницей, с грешницей, с проституткой? Как? Ответ один. Господь пришел спасать не праведников, а грешников призвать к покаянию. И всю свою жизнь она переменив превратила в сплошное покаяние. Она удаляется за Иордан. Там живет 17 лет, борясь со своими страстями и пороками. Какой удивительный рассказ. Она расскажет старцу Зосиме, который встретит ее в пустыне. И расскажет о том, как она вспоминала вина, как она вспоминала столы, как она вспоминала мужчин, как она вспоминала танцы. И падала на землю, и била себе в грудь. И спала на полу на этой, на земле холодной. И жар испепелевал ее тело. И это продолжалось 17 лет. Вдумайтесь. А еще более того, задумайтесь. 17 лет работала греху, и 17 лет боролась со всеми страстями, воспоминаниями блудной, греховной жизни по плоти, а не по духу. И вот после этого, после этого борения, после этого труда духовного, она и приносит плод, который был увенчан радостью умиротворения. Каждый из нас наверняка чувствует это ощущение, когда вот как-то так спокойно стало на сердце. Вот это так спокойно и мирно. Благодать коснулась, и какая-то тишина удивительная. И вот эту тишину ощутила Мария Египетская. Все, блудные страсти больше не беспокоили. Она не вспоминала этих песен, она не вспоминала блудных объятий с мужчинами. Ей это даже как-то стало противно. Но она возненавидела это и больше никогда не подпускала к своему сердцу. И так мирно и спокойно стала в чистоте сердца и в чистоте ее души. И вот после этого она проживет еще 30 лет. Всего Мария Египетская проведет в пустыне 47 лет. И скончается после святого причащения. Когда старцу Зосим попросят прийти через год, но принести с собой святые дары. Потому что без даров, без причастия нельзя человеку ни жить, ни умирать. И после причастия она отойдет ко Господу. Через год придет к ней Зосима. Будет искать ее. Будет пытаться снова встретиться с живой. Но найдет ее уже усопшей. Он так сожалел, что не спросил, как же зовут эту подвижницу. Как имя этой святой женщины, которая поведала ему такую страшную историю, такого, казалось бы, непростительного греха и такого удивительного милосердия Бога, который пришел не праведников спасать, а грешников, таких, как мы с вами, призвать к покаянию. И когда он подошел к уже бездыханному телу Марии, он нашел ее, он увидел, что рядом на песке, на этом пустынном месте было написано, погреби, отчая Зосима, недостойную рабу Божию Марию. И она написала даже день, это был тот самый день, год назад, когда она причастилась к святых христовых тайн. И целый год нетленная пролежала в ожидании христианского погребения, которого сподобил ее Господь. Старец Зосима совершил соответствующие молитвы. Но как разрыть эту уже иссохшую землю? Лев выходит из пустыни, наводит страх на Зосиму. И тот, сначала убоявшись, а потом вступает в диалог со львом, говорит, я не могу выкопать для этой праведницы могилу. Помоги мне. И лев своими лапами вырывает могилу для грешницы. О чем эта история? О чем сегодня церковь напоминает всем нам, дорогие братья и сестры? О великом милосердии Божьем. О том, что нет такого греха, чтобы не простил Бог. И ни одно житие, вы слышите, ни одно жизнеописание не считается в церкви, как только единственное описание преподобной Марии Египетской. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас, послушав, вспомнил о своих грехах и не отчаивался. Уж если Марию Египетскую Господь простил и прославил, то у каждого из нас, грешного человека, есть не только возможность, но и способность, принеся покаяние, переменить свою жизнь от греха со Христом, от тьмы со светом, от печали и плотских наслаждений к чистоте духовной и телесной. Вот как высоко поднимает нас сегодня церковь, напоминая нам о жизнеописании Святой Марии Египетской. Что сделала ее таковой? Непрестанная молитва. И мы с вами постараемся, дорогие братья и сестры, молиться Господу, молиться Пресвятой Богородице. Постараемся, как она, вникать в словеса Господни, в словеса чистые, изучать священное писание. Постараемся, дорогие и мы, как Мария Египетская, которая сегодня приводится нам как пример не отчаиваться в своих прежних грехах. Неслучайно сегодня церковь и напомнила нам это удивительное евангельское благовестие, где сам Христос говорит, кому много прощается, тот много любит, а кому мало прощается, тот мало любит. Вот представьте, человек вырос, он такой праведный, он в храм ходил с детства, не грешил, иногда почитывал Евангелие, иногда молился, старался делать добрые дела, ну, в общем-то, не такой уж, как прочие грешники. И живет такой человек с мнимой праведностью, и живут такие, как мы, грешники, которые понимаем, Господь, если Ты меня простил, то как Ты великий милосерд, как Ты, как отец, любишь нас. И как же нам, столько получив от Тебя прощения, столько получив от Тебя радости и благословений, забыть обо всем, и не любить Тебя, и не поработать Тебе со страхом, и не возрадоваться Тебе с трепетом. Вот почему. Не забывай всех воздаяний Его, поется за Божественной Литургией. Не забывайте, люди, всех воздаяний, что вы сегодня стоите на ногах, что вы сегодня слышите, что вы сегодня видите, что вы можете говорить, что вы можете дышать, что сердце ваше бьется. Это такое благодеяние Бога к нам, что мы за только это должны сказать слава Тебе, Господи, что я живой, что я на ногах вижу, слышу. Родные мои, близкие живы. Какое счастье, Господи! Вот почему я буду всякий раз в воскресный день пред Тобой, Господи, потому что я знаю, мало того, что я грешный, недостоин всего этого, и Ты меня всем этим еще одаряешь, то как же Ты, велик и милосерд, Господи! Как же Ты, милостив грешником, как же нам, грешникам, Тебя, милосердного, не любить! Вот это самое главное. Мне кажется, что мы должны вынести из сегодняшнего божественного предстояния пред Господом. Давайте чаще вспоминать Марию Египетскую, чаще молиться, и чаще приводить себе на память слова Евангелия. Кому много прощается, тот много любит. Много нам простил Христос. Давайте же возлюбим Его всем сердцем Своим, всей душою Своей, всем помышлением Своим и ближнего Своего, как самого Себя. Аминь.